Смерть и жизнь Мы слушаем больше, мы даем место другим людям рядом с нами, они развиваются, мы узнаем о них больше. Но если мы уже говорим, мы должны относиться к нашим словам очень серьезными. Иногда мы видим, как муж, во время терапиза, говорит свою жену комплимент. Он ей говорит, Соня, ты наконец-то научила сделать фаршированные риба. Он дал вроде бы комплимент, но все смеются. Потому что от этого они понимают, что на протяжении 20 лет она не умела готовить фаршированную рибу. Говорится о том, что тот, который публично позорит другого, не имеет доли в будущем мире. По поводу физической смерти, если кто-то убил, не дай бог кого-то, не говорится об этом. Но когда человек обидел и позорил другого человека, и человек должен жить с этой обидой. За это Бог очень сильно наказывает, насколько у человека нет места в будущий мир. Но мы знаем, что иногда нам надо говорить. Иногда тема разговора будет не очень легкая и не очень приятная. Нам надо ставить человека на место. Крыть кровать его, объяснить ему, как жить, как это сделать. Если мы будем соблюдать четыре условия, тогда мы можем знать точно, что мы ничего не нарушили. Мы дали человеку жизни, если мы делаем это правильно. И тогда мы можем сказать все, что надо, и он нас услышит, и мы ему поможем. Мы это видим у Моше Рабейну, когда в нашу главу «Недели дворим» он начинает упреки и наставления еврейскому народу перед его смертью. Моше Рабейну ждал перед смертью, что говорит его слова. Они были нелогкие. Почему он это не сделал раньше, когда случились эти проблемы? Причина, потому что тогда он читал, что евреи его не любят, а если они его не любят, они не будут принимать его слова. Они будут читать, что он просто над ними издевается. Сейчас перед смертью, когда он знал, что они знают о том, что он их любит, и все, что он делает, это он делает, потому что это все для них. Ему не все равно их судьба, потому что он победил войны для них, привел их до Израила почти. И он нашел правильное время, что сейчас уже они примут его слова. Мы видим еще один важный момент. Когда он говорит перед ними, он не говорит конкретно, что они сделали плохо. Он это говорит с намеками. Они все понимают все равно, но не надо говорить грубо и в открытии, что им не было неприятно. Кроме этого, он им дает ищу комплементы в масте этого. Когда он говорит о том, что он делает комплементы, тогда ему легко, в воспринимает то, что ему гавериат. И вот эти четыре правила, которые мы должны научиться, а у мошера бэйну. Первое, мы должны быть уверены, что мы это делаем от хорошего места в сердце и от любви к человеку. Если это не так, тогда нет никакого смысла, потому что человек знает, как мы к нему относимся. Второе, надо найти правильное время. Когда говорит эти слова, надо подобрать ее. Иногда надо ждать год-два, иногда несколько месяцев, иногда несколько дней. Нужно найти правильное время и сказать эти слова. Три, надо знать, как сказать. Не надо говорить все в открытом на 100%. Хватит немножко сказать, в чем проблема, и человек все поймет. Ему неприятно, когда ему все говорят в открытом. Он же не дурак. Он тоже понимает, что мы хотим ему помочь. Мы нашли правильное время, но мы должны подобрать правильно, деликатные слова, что ему не было обидно. И с комплиментами. Когда это так подается и так говорится, тогда он услышит. Есть еще четвертое правило, что все, что мы говорим ему, что мы сами не делаем этого. Дается такой пример. Например, мы сегодня ругаем детей за то, что они сидят много часов на гаджетах, на телефоне. Но если сам папа сидит на телефоне все время, он не имеет право говорить об этом своим детям. Это как пример. Если мы уверены, что у нас нет этого проблемы, тогда нас услышат. Если мы будем соблюдать эти четыре правила, тогда наши слова дадут жизни, помогут. И все у нас будет хорошо, и мы приблизим настоящий Геула, приход Машиаха, особенно перед пост 9 авгу, очень тяжелые дни для еврейского народа. Мы надеемся, что придет Машиаха и уже поста не будет. Зайд гизунт, шаббат шалом. Зайд гизунт, шаббат шалом.